В подмосковном Краснознаменске сотрудники МЧС разыскивают героя, который спас маленькую девочку от падения из балкона седьмого этажа. За страшные картины, замиранием сердца следил весь дом, люди пытались помочь. И одному из жителей многоэтажки это удалось. Как всё было, очевидцы рассказали Михаилу Федотову. Как умудрилась сюда вылезти? Ой, ударится. Съёмка на камеру мобильного телефона из дома напротив. Душераздирающие кадры. Ребёнок, по оперативным данным, девочка семи лет, одна перед пропастью в семь этажей. Как ребёнок оказался на балконном карнизе, сейчас неважно. Главное спасти. С соседнего окна к малышке тянется сосед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, седьмой этаж. И что он сейчас делает? Видно, что мужчина старается из последних сил, но расстояние слишком большое, не дотянуться. Тем временем, по словам свидетелей происшествия, под балконом уже дежурят десятки людей. До приезда экстренных служб на помощь малышке бросились жильцы соседних домов. Я смотрю в окно, вижу то, что она висит. У неё ноги были, получается, на вот синей штучке. И она держалась руками за верхние, где окна и так далее. Потом я видела, как выносили матрасы, как люди там выносили. Всё, много-много матрасов, всякие подушки. Всё это время сосед пытается подхватить девочку, но риск сорваться обоим слишком велик. Запись камеры мобильного длится полторы минуты и потом обрывается. Сам момент спасения в объектив камеры мобильного телефона не попал. Но, со слов очевидцев, другой мужчина, который живёт этажом ниже, успел схватить девочку и не дать ей сорваться вниз. Имя героя, который, что называется, оказался в нужное время и в нужный момент, неизвестно. Застать его дома не удалось. О человеке, который рискнул собственной жизнью и о том, как он спас семилетнюю девочку, рассказывают соседи. И сколько у него в руках хватало, вот девочку, ну где-то там за штанишку, за резинку, наверное, и вот она не отпускает. И он говорит, отпусти, всё, можно, можно. И вот она тихонечко, он прижал к сетке, он опускает до себя, и вот он тихо-тихо-тихо вот так вот. И они перешли уже. Тогда уже все на улице захлопали. Жильца многоэтажки, который спас девочку, и её родители ищут сотрудники МЧС. Героя хотят наградить, а к отцу и матери ребёнка наверняка возникнут вопросы со стороны правоохранительных органов. Михаил Федотов, Андрей Мещеряков, Юрий Марченко и Александр Пономарёв. Вести.